Большая разница Александр, хотите быстро заработать деньги? Да, что нужно делать? Отвечать на вопросы. Первый вопрос стоимостью 100 рублей. Почём фунт лиха, Александр? Ну, во-первых, 100 рублей это не деньги. Во-вторых, перестаньте отнимать хлеб у Дмитрия Деброва. Давай лучше позовём Дмитрия Деброва и покажем ему пародию на его хлеб. Дмитрий Дебров! Большая разница! Здравствуйте, Дмитрий. Проходите, пожалуйста, берите микрофон, присаживайтесь. Здравствуйте, Александр. Ба-ба-бам-бам! Сразу пародировать будете? Нет. Уже спародировали? Мы просто будем смотреть сейчас. Дмитрий, давайте посмотрим пародию на Дмитрия Деброва и шоу «Кто хочет стать миллионером». Пожалуйста. Большая разница! Добрый вечер! Добрый вечер! Это программа «Кто хочет стать миллионером» с Максимом Галкиным и её ведущий Дмитрий Дебров. Ах, простите, «Кто хочет стать миллионером» с Дмитрием Дебровым? А у нас в гостях её экс-ведущий Максим Галкин, так сказать, возвращение блудного Мака Сима. Встречаю! Прошу! Здравствуйте, Максим Галкин. Здравствуйте, Дебров. Позвольте мне вас так называть. Непременно. Скажите мне, пожалуйста, кто за вас болеет сегодня? Сегодня за меня болеет Алла Борисовна Пугачёва. У вас нет шансов, Дебров. Я знаю все тонкости игры. Я даже знаю, как называется книга, откуда берутся вопросы. Я её не просто выучил. Я её выучил, переписал и ещё раз выучил. Так, Максим, первый вопрос. Самый лёгкий, иногда издевательский лёгкий вопрос, чтобы зритель расслабился и потерял бдительность. Давай, Дебров, читай. Внятно читай, чётко, чтобы все слышали какой-то чудовищный акцент. Первый вопрос и одна тысяча рублей. Да знаю я! Колобок ушёл от бабушки. Я помню этот вопрос. Его обычно задают самым недалёким гостям программы. Значит, вы утверждаете, что Колобок ушёл от бабушки? Значит, вы утверждаете, что Колобок ушёл от бабушки? Да, Дебров, утверждаю. А так это или нет, мы с вами узнаем прямо сейчас. Ещё не поздно, Максим. Ещё не поздно поменять ответ или забрать деньги. Но так как это первый вопрос, вы заберёте деньги только те, которые принесли с собой. Ну что ж ты душу мне мотаешь? Ну говори уже, от бабушки или нет? Мне очень грустно и печально, Максим. И, к сожалению, мне придётся продолжить с вами игру, потому что ответ абсолютно правильный. А у нас реклама. Момент настал, прими Гастал. Гастал настал, прими момент. Внимание, следующий вопрос. Вопрос и первая несгораемая сумма в 5 рублей. А почему так мало? Ну потому что железные 5 рублей – это несгораемая сумма, Максим. Продолжаем. Следующий вопрос стоит 43 тысячи рублей. Раньше стоил 50 тысяч. Раньше. А сегодня у нашего оператора Серёжи день рождения, и мы все скинулись, кстати, и в итог. На протяжении 15 лет и по сей день программу «Поле чудес» ведёт и по другим каналам не бегает. А. Якубович. Б. Якубович. С. Якубович. Д. Якубович. Правильный ответ – Якубович. Ну это и ежу, понятно, Максим. А какой именно вариант ответа? Только один из Якубовичей правильный. Хорошо, правильный ответ – А. Якубович. И этот ответ… И этот ответ верный! Браво! По другим каналам не бегает А. Якубович. Ну что ж, мы с вами пока прервёмся и выпьем замечательный сок «Гайка». Сок «Гайка» – прекрасная штука, как ни крути. Продолжаем. Следующий вопрос стоимостью 1 миллион рублей. Так сразу? Должен я как-то забрать свою зарплату за декабрь. Ну хорошо. Вопрос на миллион. С первого канала люди уходят. «А» на «Б», «В», «Ц» на второй «Д» в декрет. Что-то у вас как-то вопросы однообразные. Но и вы не особо меняетесь. Я использую подсказку «Мне не зала». Это ваше право. Итак, я прошу зал сделать свой выбор. Давайте посмотрим график. Один процент считает, что на второй. Один процент считает, что в декрет. Остальные 98% считают, что зря. У вас осталась только одна подсказка. Звонок другу. Кому мы будем звонить, Максим? Константину Львовичу Эрнсту. Пожалуйста. Алло, Константин Львович, здравствуйте. Это Максим Галкин. Что ж, ваше время на первом канале истекло. Но не расстраивайтесь, не расстраивайтесь. Максим вас ждет увлекательное путешествие. Второй канал Муз ТВ, ТВ-7, ТВ-3. Слава богу, в России есть куда расти. Это была программа «Кто хочет стать миллионером» с Дмитрием Дебровым. А с Максимом Галкиным мы прощаемся. До свидания. Ну вот такая легкая и безобидная пародия. Дмитрий, ваши впечатления? Мои впечатления лучше всего писал писатель Носов. Извините за тавтологию. Словами своего героя Незнайки. Нет, нет, как раз, по-моему, Шпунтик, что ли, когда посмотрел на портреты, которые Незнайка развесил, сказал, знаешь, Незнайка, ты давай других рисуй, а я у тебя плохо получаюсь. Что конкретно вас не устоило в себе, Дмитрий? Ваня, честно сказать, я-то вижу себя совсем иначе. Я-то, например, как закрываю глаза перед сном, представляю себя двухметровым блондином. 25 лет от роду, но с умом, как у цикала. Вы знаете, Дмитрий, вам будет трудно жить с этими мыслями. Ну, честно сказать, в общем, да. Это с 13 лет у меня. Дмитрий, от вас, как от человека, который представляет одновременно и азарт, и интеллект, и профессионализм, пожелания нашим гостям в студии, нашим телезрителям. Вы можете четыре варианта пожеланий, если хотите, а мы выберем сами какой-нибудь один. Мой любимый писатель Ван и Гуд, когда в одной из фантастических новелл придумал сверхмашину будущую, автомобиль, снабдил ее всеми возможными и невозможными интеллектуальными способностями, в частности, снабдил ее вот таким, каждый день повторяющимся напутствием своему хозяину. Как только хозяин закрывал дверь, автомобиль, провожая его фарами, все время истошно кричал, не дай себя обжулить, не дай себя обжулить, пока водитель не скрывался в офисе. Господа, не дайте себя обжулить. Дмитрий, а мы, в свою очередь, желаем вам А. Счастья, Б. Здоровья, С. Успехов и Д. Придумайте что-нибудь сами выбирать. Спасибо огромное. Дмитрий Дембров сегодня. Дмитрий Дембров, большая разница. Спасибо. Спасибо. Спасибо.